Если вы двигаетесь из нижней Саксонии в Саксонию, то с высокой вероятностью вам придется двигаться через Саксонию-Анхальт, например, через Штендаль. И очень часто в Германии это реальность поезда не успевают, опаздывают на 10-15 минут по разным причинам. Если у вас у длины с пересадками путешествия, то вы очень сильно рискуете, если у вас, например, пересадки в полчаса и меньше, а у счастливых несколько, они все таки, то можно где-то потерять даже и два и четыре и больше часов. Имейте это ввиду обязательно. Мы сейчас в Саксонию-Анхальт, едем до Магдебурга и далее уже попадаем в Саксонию в седьмой город по размеру населения, это Лейпциг. Собственно, из-за этого я и двинулся через Ульцин, по-русски почему-то Ильцин, в крайней мере, в Википеде и через в том числе Штендаль и Магдебург. Но Ульцин и Магдебург это два таких пересадочных пункта важных. Сейчас видите кадры из Штендаля, правильно Гречштендаль. И мы стояли буквально минуту или меньше там, потому что поезд задержался минут на 15 минимум. Электричка, конечно, нас подождала три минуты и так бы успели, но прошлая электричка, имеющая стартовые пункты в Ульцине и конечный пункт вот здесь, в Магдебурге, она опоздала более чем на 20 минут. У меня планы была пересадка в грани 29 минут. Я бы, может, вышел в город, еще немножко посмотрел. Но получилось так, что и вторая пересадка была экстремальная. То есть, если в Ульцине пересадка с Гамбурга была 6 минут, и мы на 4 минуты опоздали, и нас 4 минуты подождали. То есть, в сумме получилось 6, так и есть. То здесь в районе максимум 8 минут давалось на пересадку, и, собственно, вот они уже и прошли. Если отправиться чуть позже, в чем я сомневаюсь, ну окей. Но, в любом случае, советую вам держать... Нет, позже не отправился. Держать в запасе варианты. Держать интернет, наверное, под руками, чтобы всегда можно было нормально выдвинуть. В общем, таковы реалии. Электрички опаздывают по разным причинам. Но у меня получилось две экстремальные пересадки, и они обе были успешны. Иначе я мог бы потерять либо полтора, либо два часа. Но, опять-таки, что значит потерять? Ну, это значит меньше побыть в том месте, куда я еду. В данном случае это необычная электричка. Здесь немножко необычная электричка, похожая больше на Эсбанн, где-то какой-то местный. Ну, то есть, мы находимся в земле Саксония-Ангфетт. Напомню, что через нее как раз идет путь из Нижней Саксонии, которая находится на севере в Германии. Ну, можно так выразиться. в просто Саксонию, столице, которая является Дрезден. Что за Дрезден? Дрезден. Это значит Доктор Дре. У него есть Дэн. Дэн Доктора Дре. Это шутка. Это Дрезден. А также имеется вот... Причем он больше Дрезден. Чуть-чуть он седьмой город, а Дрезден. Седьмой, а Дрезден, наверное, восьмой. Ну, в принципе, они ориентировочно одинаковы, я думаю, по развитию. У всех свои есть фишки. Но посмотрим. Если у Дрезден я был все-таки день, но без ночи, то здесь я буду день, с ночью. И, в общем-то, у меня будет, наверное, время чуть больше погулять. Но увидим. Увидим. Я еду на самом деле просто так. Даже не с целью шахмата. Почему даже? Потому что я думал все-таки на этот счет поехать, например, в столицу Тюрлингеля. Эрфут. Но передумал. Кинул монетку и выбрал не Берлин. Точнее, монетка выбрала даже не Берлин, а Лейпциг. Почему Берлин? Потому что можно в Берлине несколько раз быть, много раз. Все равно ты там все не обойдешь и все будет новое. Впрочем, как и в Гамбурге. Поэтому, ну, я, несмотря на то, что в июне планирую еще туда съездить, я бы сейчас еще в конце мая съездил 2023 года. Ну, вот выпал Лейпциг и, как бы, я доволен. Для экстремальной пересадки это, конечно, прикольно. Но если есть опыт пересадок, и вообще, в принципе, какая-то некоторая сноровка, и это быстрая смекалка, то, в общем-то, я думаю, что это не проблема. Но, повторюсь, очень важно иметь в запасе время. Чем больше у вас пересадок, тем выше вероятность, что вы где-то осечетесь. Абсолютно не зависит, чем от вас причина. Немножко в Саксонии-Анхальд. Очень-очень странно, что здесь сплошные условно говоря кустарники, но вот так вот. В принципе, поля Нижней и Саксонии тоже не супер интересны. Поэтому я решил, что вы можете посмотреть из поезда. Все равно такое ощущение, что здесь полей больше, в принципе, по всей Германии, чем лесов. Хотя, конечно, страна очень зеленая. Ну, определенно. До Лемцега ориентировочно еще минут 20 ехать. И то, что мы сейчас едем, я, получается, снимаю, вероятно, в сторону востока. Мы недавно проехали станцию Биттерфельд. Ну, вот такие вот поля, они очень распространенные, да. В принципе, могут любую страну, я думаю, напомнить. Ну, или почти любую. В такой относительно средней полосе. Да. Ну, что ж, я, в принципе, наметил, куда пойду в Лейпциге. Сейчас только что искал там про Тиль Линдмана информацию. Много чего все там наискал. Хотя, в принципе, довольно пустая информация. Но, что касается именно информации Тиль Линдмана и Лейпцига, я не нашел нормальной. Хотелось бы побывать в тех местах, где там он тоже ходил. С другой стороны, я его даже не то, что видел рядом с собой, а фотался. То есть, я его за плечо брал. Так что, это мой корифант. Ну, кажется, он крутой, да. Он очень крутой. Но он уже чуть интереснее. Говорят, есть какие-то супер несовместимые вещи в Лейпциге, и что это новый Берлин. Посмотрим. Исторический момент. Я ступаю на родину Тиля Линдемана. Это у нас город Лейпцига. Это можно столько угодно повторять. Ну что ж, на пути мы на эти спрыгивать не будем. Чисто в типично русской манере. А пойдем сейчас в моей манере нынешней попьем кофейка. Перед этим сходим в туалет. Ну, говорят, что это одна из достопримечательностей, кстати, Лейпцига. Просто сам вокзал. Но после Гамбургского он, конечно, обычный. Гамбург, это, конечно, прекрасно. Берлин тоже, я не буду говорить, тем более, тоже прекрасно. Но, внимание, Лейпцигский вокзал действительно, наверное, все-таки даже выигрывает. Все-таки. Мне нравится его трехуровневость. У Гамбурга лишь два уровня, и то они гораздо меньше. Ну что ж, пора просто пройтись в известные места. Точно не здесь, потому что есть на вокзале, я бы, конечно, может быть, и поел, если бы. Если бы я, может, здесь жил. И то далеко не факт, что я бы здесь ел. Я не считаю, что на вокзале это есть плохо, потому что все здесь примерно, на самом деле, одинаковое. Я имею в виду, все сети одинаковые. Все известные сети здесь есть. Ну и понятно, что есть какие-то там стоиместные. Мне нравится название Луков очень. Итак. Я немножко показал вокзала. Видно, что здесь стекла очень много такого именно в сочетании с металлом и утку такого интересного, скажем так, да? Ну и я не знаю, куда мы выйдем. Опа! А это еще далеко не весь вокзал, да, был? Ну, тогда все понятно, почему это считается достопримечательностью. Это действительно что-то существенное, положительное. Все, вокзалу ставлю лайк определенно. А теперь идем, куда я наметил. Ну, по сравнению с Килем и со многими другими городами идет очень чисто. Я думаю, что это не в последнюю очередь из-за того, что это бывшая ГДР. Хотя, кажется, где связь? Ведь должно быть наоборот. Ну, во-первых, не должно быть наоборот. Во-вторых, все-таки сегодня не пятница и не суббота. И уж тем более не, например, воскресенье, когда после субботы может всякая дичь остаться просто в огромных количествах. Поэтому сейчас я выбираю не так идти, не так идти, а именно по Николай-штрассе. Там Мариотт рядом, да, совершенно рядом. И где-нибудь в тех местах, что там вообще-то в центре, я собираюсь попить кофейка. Да. А, здесь такие же значки на светофорах, такие же изображения, примерно как и в Берлине. Ну, или как в Дрездене. Ну да, то есть не то, что такие же, но они не такие, как в Гамбурге, скажем так.